Детский киномай 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 для детей из детских домов и школы-интернатов. Проводим мастер-классы. Вот все актеры, которые сегодня приехали, которые приезжали в первые дни открытия, они проводят мастер-классы, ездят в детские дома. Вчера, позавчера мы были в детском доме. Нам очень помогают питерские актеры. Мы очень благодарны, которые с нами уже третий год сотрудничают с актером. И Анастасия Мельникова, и Сергея Небецко, и Андрея Носкова, Алене Бекуловой, Кристине Кузьминой, Зуя Буряк. Это вот те актеры Сергея Перегудова, которые нас всегда поддерживают. Я принимаю в этом фестивале участие уже практически с самого начала. В Ленинграде я уже второй раз. Мы часто бываем с мамой. Мы были в Смоленске, тоже мы с ними дружим. Мы тоже проводим конкурсы детские. Псков, Пржевальская, тоже по Смоленскому. Много мы ездим. К сожалению, не так часто, как хотелось бы, потому что я работаю в театре, у меня роли, и я уезжаю 9-го числа рано утром, приезжаю в Москву, а вечером у меня уже спектакль. Фестиваль этот замечательный. Как попало, я член попереческого совета этого фестиваля, практически мы вместе начинали его организовывать. Мы не знали, что у нас получится, но сейчас он разрастается, разрастается, набирает силы. Я думаю, что это будет очень значительное явление у нас в стране. В Петербурге «Киномай» плавно превратился в «Киноноябрь». Именно этого месяца участники детского кинофестиваля ждали больше всего, чтобы узнать, чьи работы заняли призовые места. И церемония награждения свершилась. Когда я вижу картинки детей, когда я читаю их творческие работы, когда я вижу их горящие глаза, творческие глаза и какие-то потрясающие добрые души, я понимаю, что этим нужно заниматься обязательно, что у нас хорошие дети. И чем больше мы этим будем заниматься, тем меньше у нас будут они стоять в подворотне курить, и тем больше они будут нормальными, здоровыми людьми. К сожалению, у нас это сейчас время очень страшное. И чем больше будет таких подвижников, как вот Лидия Петровна наша, она очень много вкладывает сил, президент нашего Тушенкова. Просто такая подвижница, нас всех она зажигает. Есть ради чего, есть ради чего, и мне этим очень нравится заниматься. Я очень хочу заниматься этим как можно дольше. Любой фестиваль такого плана, если у нас социальная программа, только 41 мероприятие, подготовить тоже нужно и время, и деньги. И сейчас мы для детских домов заказываем для пяти детские площадки. Вот на полтора миллиона мы заказали детские площадки, спортивные, игровые, у кого их вообще нет, там беседки, качель. Ну, в общем, то, что попросили детские дома. Так же мы делаем в Смоленске, так же мы делаем в Пскове. Ездим по маленьким городам, там Гагарин, Углич. Ну, наша деятельность, делаем маленькие киноакции, там дня на три. И делаем вот такие большие, как в Смоленске у нас кинонеделя, а здесь кинофестиваль, который требует более сложной подготовки, конечно, и более силы. У нас маленький очень штат. Мы деньги экономим, стараемся, чтобы больше как-то досталось для пользы детей, вот, чтобы было интересно. И, естественно, помогают нам очень много и добровольцы, и волонтеры, и вовлекаем в это своих и знакомых, и родственников, и никто не отказывается. Призовые награды получили и ребята, которые приняли участие в эксперименте телеканала «Союз». В рамках нашей программы «Учимся растить любовью» для рубрики «Детское творчество» они сняли видеоработу, посвященную Куликовской битве. Главная идея фильма – донести до юных зрителей то, что история неразрывно связана с каждым из нас. Люди, которые участвовали в главных событиях, это не просто мифические персонажи, а настоящие. Они тоже чувствовали, что и мы тоже переживали. И когда-нибудь мы также станем частью истории. Поэтому только от нас зависит, какой именно она будет. Собственно, эту работу мы сейчас покажем. Совсем скоро численность противника варваров, ордынцев, превосходит в три раза. Нам не устоять. Страх пред многовековой тиранией иногда сильнее мужества. Но если будет благословение от отца Сергия, значит, нечего страшиться. Будет нам победа. Отче, благослови нас на битву. Слабо, мое войско, но с верою нам устоять. Дай мне двух своих иноков. Ослябля и пересвета, каждый воин на вес золота. Великий князь, тебе дано заботиться о славном нашем народе. Иди смело против безбожных. Бог поможет тебе. Ты победишь и вернешься в свое отечество. Отпускаю с тобой своих учеников. Братья, лучше честная смерть, чем злая жизнь. Лучше не выходить против врага, чем прийти и ничего не сделать. Перейдем сегодня все за Дон. И там положим свою голову. За православную веру, братья наши, вперед! Ура! За Родину! Мы знали, что многие не вернутся домой. Не всякая война имеет смысл. Не каждая война за Родину. Но во всех войнах есть общее. Там люди гибнут. Многие из которых не успели даже прожить пол своей жизни. Мы победили, но какой ценой? Мы не хотим войны! Мы не хотим войны! Мы не хотим войны! Витязи на Руси. Думаете, страница древней истории? Не только. Есть они и сейчас. Где и как готовят современных витязей, узнаете из нашего следующего сюжета. Под неусыпным маминым оком научиться ладить с другими, заботиться о себе и ближних, развить ответственность и отвагу совсем непросто. Для этого нужна своя среда, где роль взрослых не является подавляющей. В Петербурге, как и в нескольких других российских городах, такая среда царит в детской общественной организации «Витязи». Здесь наставники вырастают из воспитанников. Старшие дети занимают младших. Эстафета главной идеи передается из уст в уста, а навыки – из рук в руки. Идея проста – веруй в Бога и люби Родину. Но как подкреплять эти громкие слова? Каким делом? Прежде всего, это участие в богослужениях и здоровый досуг, походы, лагеря, музеи и театры. Каждую неделю занятия, какие угодно, навсегда интересные. Тут уроки истории перемежают с активными играми. Еще учат церковному пению, театральному искусству. Здесь шьют и мастерят, и даже ремонт в своем помещении делают сами. То есть учатся жить, справляться со всем своими силами. Занятия проходят при церкви святой Анастасии Узарешительницы, в Чесменской церкви и в Князь Владимирском соборе. В Витязи записываются с 8 лет, в некоторые группы даже с 6. И остаются здесь надолго. Я пришла сюда в храм Анастасии Узарешительницы. Оттуда меня пригласили в воскресную школу. Мне было 12 лет. И ребята, с которыми я занималась, это как раз наши сейчас старшие Витязи, которые женились, вышли замуж. Уже все, у многих уже маленькие дети. И я как раз с ними начинала заниматься в воскресной школе. И они мне рассказали о том, что здесь же проходят занятия Витязи. Я пришла раз, пришла два. Не без маминой помощи, вернее, не без маминого настояния. И мне понравилась атмосфера, в которой проходили занятия. Люди, с которыми мне приходилось общаться. Саму идею я, конечно, оценила в более взрослом возрасте. И вот так получилось, что раз за разом, приходя, меня затягивало. Я все равно приходила и осталась. Потом был лагерь. И после лагеря я поняла, что я никуда не уйду. Летний лагерь. Очень многих, наверное, сразу представление о каком-нибудь комарово, солнечное, петрушечка. У нас же лагерь палаточный. То есть это в чистом поле, выкашено. Стоят палатки, поднимаются флаги, звучит горно, свистки. Дежурные по кухне, с играми, с пением, с купанием. Потому что лагерь стоит на речке. Непосредственно наш, Кутузовский лагерь, он находится под Пушкинскими горами. И спят они в палатках, на козлах стоят. Поддоны, пенки, спальники с рюкзаками. Походная жизнь в лагере достаточно обширная. Лагерь, как обычно, это кульминация всего года. Такая консистенция всей нашей жизни. И ты приезжаешь и общаешься со всеми близкими по духу. Почему-то в ромнинации близкие по духу. Ты общаешься с ними круглосуточно в течение трех недель. Естественно, ты и ссоришься, и обижаешься на что-то. Но уезжаешь ты всегда со слезами на глазах, потому что уезжать-то и не хочется. И прощаться не хочется. Хотя мы через неделю тут же все можем в лагере, в городе и увидеться. Поэтому, естественно, сама жизнь, то есть походы. Я вдруг для себя в 13 лет открыла походы. Такие вот, когда с рюкзаком на несколько километров, в лес, спать там под тентами. И делать это не с мамой, а с друзьями. Именно друзья – ключевое слово всех витязей. Здесь обретаются единомышленники. Ребята учатся взаимовыручке, учатся крепкой и бескорыстной дружбе. Подкупают в первую очередь люди. Потому что витязиха познакомился с людьми, с которыми до этого я не имел возможности общаться. Люди эти, в общем, уникальны. Уникальны они тем, что они разделяют ту идеологию, которую предлагает организация. И, безусловно, вот та компания, которая здесь есть, она для меня очень родная. Это та компания, которая стала для меня, знаете, таким, ну не путеводным светом, но вот это те люди, с которыми рядом мне очень хочется быть. Потому что они очень отличаются от большинства людей, с которыми я ежедневно общаюсь. Они открытые, они радостные. И они живут по совсем, знаете, по совсем другим критериям. Их жизнь, она строится вообще иначе. Витязи меня всегда подкупали тем, что они очень любят петь. Вот это для меня было очень удивительно, потому что раньше вот в школе, в университете я с этим не сталкивался. Витязи много играют. И вот этот процесс усвоения информации в ходе игры, в ходе беседы, причем это ведь беседы на совершенно разные темы. Витязи могут серьезно и вместе с тем весело и непринужденно говорить на такие серьезные темы, как взаимоотношения людей разных полов, разного возраста, на темы, которые связаны с проблемой государства, нашего народа. И вот, знаете, эти беседы о своей стране, вот этот патриотизм и вот эта человеческая открытость – это то, что было для меня очень важно. Как ни странно, идея создания Витязи пришла к нам из Франции. Причиной тому трагическая история нашей страны. В богоборческие времена русская культура сохранялась именно там, силами белой эмиграции. Витязи – это организация, которая родилась очень давно, собственно, не в России, а уже за ее пределами, в русской эмиграции. В 30-е годы перед эмигрантами встала проблема сохранения своей культуры, потому что они свою миссию видели в том, чтобы вернуться в Россию рано или поздно. И то, что они хранили, да, какие-то исторические традиции страны, веру, конечно, прежде всего, принести в ту страну, которая, в общем, на их глазах очень быстро менялась. Из России превращалась в Советский Союз, безбожное, в общем, государство, которое изначально заявляло о том, что весь мир, значит, это основание мы разрушим, а потом мы новый построим. Да, так вот, они, конечно, хотели вернуться к тому, что было когда-то, да, вот эти нити исторические соединить. И когда стало ясно, что все это затягивается, возвращение не получается быстро, то тогда они поняли, что надо тогда своим детям передать все то, что они имеют, да, все эти богатства культуры, и опыта какого-то служения своей стране, как они это понимали. Вот, и отсюда родилась форма работы с молодежью, было несколько разных молодежных организаций в иммиграции, в частности, одна из них, вот, Витязи. В 92-м году, значит, вот, наконец, мы после долгих, надо сказать, колебаний, значит, решили создать здесь тоже отряд, меня убеждали мои друзья из Франции, которые сами выросли в этой организации, там, в 50-е, 60-е, 70-е годы, значит, что надо эту работу продолжить в России. То есть, вот эту главную их идею, перенести то, что они хранили свято у себя в иммиграции, значит, перенести, вернуть в Россию. В общем, это удалось. Один из немногих, так сказать, проектов, который удался, хотя, конечно, все это не имеет сегодня таких огромных масштабов, но, тем не менее, все-таки какая-то зацепка получилась. Вот, и в 92-м году мы, собственно, создали первый отряд при Братце Святой Анастасии, Узрешительницы. Ну, и уже с этого времени стали проводить лагеря, поэтому вот в 2013 году у нас будет 20-й лагерь, это будет большое торжество, вот. Приедет много гостей из Франции, из Бельгии, даже, может, из Австралии, и, конечно, из тех округов, которые уже сложились сейчас на территории России. То есть, если человек стал витязем, то он остается витязем, собственно, на всю жизнь. Вот, когда мы здесь праздновали 300-летие Петербурга, большая делегация из Франции, из Бельгии приезжала сюда, там старшая вожатая была 82-х лет. Поэтому я понял, что, да, эта организация может воспитывать каких-то очень деятельных людей с гражданственной позиции, вот, готовых трудиться на благо своей страны и так далее. Мы стараемся как-то об этом говорить в организации. Эти идеи прививать помимо церковного воспитания, конечно, которое нам представляется наиболее важным и такой основой всей работы. Второе – это, конечно, воспитание таких гражданственных добродетелей. Записать ребенка в витязи, узнать, есть ли округ в вашем городе, если нет, то выяснить, как его открыть. Можно, пользуясь контактами на вашем экране. В сегодняшнем выпуске мы продолжим затрагивать вопросы детского здоровья. На этот раз наш гость, педиатр Николай Федорович Жарков, расскажет, что делать родителям, если их ребенок получил пищевое отравление. Николай Федорович, а как можно помочь ребенку в случае пищевого отравления? Ну, пищевое отравление слишком громко звучит, потому что пищевое отравление предразумевает, когда ребенку дана изначально недоброкачественная пища, то есть испорченные какие-то продукты, прокисший суп, свернувшись несвежее молоко и так далее. Но такого, в принципе, быть не должно. Обычно у детей бывает просто так называемое несварение желудка, то есть какая-то реакция на непривычную для него пищу. Я, например, сталкивался с такими моментами, когда бабушки с умилением рассказывали, что я вот нашему малышу, а малышу месяц, дала селедочке, он с таким удовольствием это сосал, так ему это нравится. Ну, это же у ребенка самый основной рефлекс, это рефлекс сосательный. Если он не будет сосать, он не будет получать пищу, и он, в конце концов, это приведет к очень плачевным результатам. Поэтому самый мощный рефлекс – это сосательный. Даже если ребенку можно сунуть палец, он будет сосать ваш палец, то есть ему все равно. Это самый основной рефлекс, за счет этого он и живет. Поэтому ребенок должен получать пищу не со стола, не ту, что привычно нам, взрослым, а ту, что он должен получать. А сейчас, благодаря наличию такого большого количества литературы, такого изобилия в магазинах, кормить ребенка можно полноценно, разнообразно, вкусно и, главное, полезно. Если он получил что-то не по возрасту или в избыточном количестве у него может начаться рвота, рвотой, опять-таки, пугаться не надо. Благодаря рвоте организм освобождается от ненужного, либо, если это перекорм, или от несъедобного, если это что-то не по возрасту или, не дай бог, инфицированное. Поэтому рвота бояться не надо. Другое дело, что если рвота начинается ночью, то нужно следить, чтобы ребенок очистился полностью. Не лежал на спине, во время лежания на спине, особенно это касается грудных и новорожденных детей, когда во время рвоты он может захлебнуться рвотными массами. Поэтому надо ребенка приучать спать на бочку и во время рвоты брать на руки, и поворачивать на колени, лицом вниз и очистить, во-первых, чистым пальцем ротовую полость и стимулировать дальнейшие рвоты. Для того, это вводится палец, нажимается на корень языка и вызывается рвота. Дается дополнительное количество питья, чтобы благодаря рвоте желудок полностью очистился от недоброкачественной пищи. На этом может все закончиться. Компенсируем потерю жидкости в организме и отсутствие еды, компенсируем питьем. Опять-таки питье должна быть не вода, потому что вода служит для промывания желудка, а должны быть компоты, а компоты, это я продвижаю, не свои, консервированные, а компоты, из сухофруктов или из свежих фруктов, то есть из яблок, груш, сваренный компот или из сухофруктов. Консервированные соки, магазинные соки при любой дисфункции желудочной и шественной фракции не полезны. И не очень хороши домашние заготовленные консервы, тоже не очень хороши, потому что не гарантированно, это же не промышленное производство, не гарантированно полная стерилизация. И чай, самый обычный чай, это компенсируется. Если это инфицированная пища, то она пропадает в кишечник, и организм реагирует, естественные реакции, это жидким стулом. То есть он выбрасывает из себя все ненужное. Бояться тоже этого не нужно. Нужно просто следить, чтобы ребенок был чистый после каждой дефекации, чтобы был на горшке, и следить за характером стула. Всегда настораживает наличие посторонних примесей, большое количество слизи и наличие примесей крови. Это уже является поводом для вызова специализированной медицинской помощи. Все остальное с газами, пускай, все, как говорится, принесет. Главное – не кормить ребенка, чтобы не было лишнего раздражения, и так раздраженного пищеварительного тракта, и чтобы не было возможности каким-либо микробам получать дополнительное питание. Если организм не справляется, если ни рвота, ни жидкий стул полностью не избавились от инфекции, то инфекция всасывается в кровь и повышается температура. Это уже следующим этапом. Это значит, что ребенок заразился каким-то инфекционным заболеванием. То уже необходимо, опять-таки, анализы. А анализы важно сдать как можно раньше, до приема каких-либо лекарственных средств. И после этого решение вопроса о назначении какого-либо адекватного лечения. Если повышается температура, с температурой бороться точно таким же способом. Но никак не антибиотиками. Помогает, облегчает состояние. Это прием активирного угля, смекты и полифепана. Это три препарата, которые не являются антибиотиками, которые нужно всегда иметь в домашней аптечке и всегда давать в таких случаях.